Ульяновская школа Тэквондо принимает чемпионат по Волжи по греко-римской борьбе. Но главные события для областного спорта происходят не на борцовском ковре, а за его пределами. Представители пяти общественных федераций по спортивной борьбе, дюдо, тэквондо, боксу и тяжелой атлетике подписали соглашение о сотрудничестве, образовав областную конфедерацию единоборств. Создана ассоциация. Вы, председатели этих федераций, ее подписали. Сейчас от нас, от вас, от нашей активности будет зависеть. Уйдет она в небытие и превратится просто в маленький пфук, либо она станет матерой, крепко стоящей на ногах организацией, против которой никто не посмеет ни плохо сказать, ни криво посмотреть. А главная спортивная площадка 29-го Всероссийского Олимпийского дня – Центральный пляж Ульяновска. Здесь прошли состязания по пляжному футболу. Его участники – представители не только спортивных единоборств, но даже шахмат и хоккея. Олимпийское движение, оно, в общем-то, важное, нужное. Футбол – олимпийский вид спорта. В принципе, хоккеисты всегда и играли в футбол, и готовы прийти поиграть в футбол, показать, что мы в достаточно физической форме, но и поддержать вообще олимпийское движение в нашем городе, в нашей области. Главное, что мы сегодня – получим заряд бодрости, энергии, обменяемся хорошими впечатлениями, пожмем друг другу руки. Да здравствует спорт, да здравствует олимпизм! Параллельно с футбольными баталиями, которые выиграли дзюдоисты, работал точка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГДО. Здесь не только выполняли нормативы, но и получали уже заслуженные награды. Я думаю, любой может выполнить, при условии, если он будет дружить со спортом, со здоровым образом жизни, сразу выполнить невозможно, даже на бронзовую медаль. Около 25 состязаний по различным видам спорта. Всероссийский олимпийский день объединил и единоборцев, и игровиков, и представителей циклических видов. В следующем году он пройдет в юбилейный, 30-й раз. Михаил Сашанский, новость Ульянской правды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА